Можно сколь угодно пожимать плечами, глядя на красоты природы. А все же, как много значит для народа иметь красивую, хотя бы бедную страну? Никогда я не понимал этого яснее, чем теперь, покидая родину. Фритьев Нансен Глава девятая Да, мы любим этот край. Последним самостоятельным королем Норвегии был Хакон V по прозвищу Хаулек или Длинноногой, из рода Харальда Прекрасноволосого, основателя Единого Норвежского Королевства. Хакон V был славным королем, но умер, не оставив сыновей, равно как и его старший брат, Эйрик II. И после естественного пресечения королевской династии в 1319 году корона перешла внуку Хакона, сыну его дочери Ингиборг, шведскому королю Магнусу II. С тех пор и вплоть до начала XIX века Норвегия обратилась в предаточную страну одного из своих скандинавских соседей. Ее суверенитет то подтверждался и всячески оберегался датскими и шведскими королями, то вопреки всем договорам и соглашениям Норвегия не заводилась до статуса провинции, без права на свой совет, свою армию и свой флот. Именно в таком положении нация и существовала в период Датско-Норвежской унии, которая, как было ранее упомянуто, распалась лишь в 1814 году, когда по окончании Англодатской войны в городке Киль в Шлезвеге был подписан мирный договор. Им, среди прочего, объявлялось, что Норвегия должна принадлежать королю Швеции и составлять соединенное со Швецией королевство, а новый король обязывается управлять Норвегией как самостоятельным государством, по ее собственным законам, вольностям, правам и привилегиям. Регентом Норвегии в этот период был объявлен принц Кристиан Фредерик Датской, младший внук короля Дании Фредерика V, исправлявший с 1813 года должность наместника датской короны в Норвегии. Принц Кристиан отличался твердостью характера и сильной волей и не намеревался признавать переход Норвегии под власть шведов. Именно по его инициативе и был созван Национальный конгресс норвежцев 1814 года в Эйцволе. В котором участвовал двоюродный дед Фриттифа Нансена, граф Герман Ведель Ярлсберг, и где представлял он, разработанный им совместно с еще 13 избранными членами Конгресса, проект первой норвежской конституции. Она гарантировала Норвегии внутренний суверенитет и вверяла всю полноту власти норвежскому народу, который один лишь мог избирать членов парламента, облеченных властью законодательной, а королю, в свою очередь, отводилась лишь роль верховного арбитра государства. Он один мог объявлять войну и заключать мир, накладывать с определенными ограничениями вето на законопроекты норвежского парламента и награждать подданных королевству государственными наградами, но лишался права жаловать норвежцам потомственное дворянство. Недемократично, знаете ли. Притом, в короли полностью суверенной Норвегии на Конгрессе в Эйцволе избрали того самого регента, принца Кристина Фредерика Датского. Но великие державы того времени, в первую очередь Россия и Великобритания, определявшие всю европейскую политику после падения империи Наполеона, воспротестовали против вычленения Норвегии в независимое государство. Так что норвежцам пришлось смириться с тем, что их королем вновь стал монарх другой страны. Король Швеции – Карл XIII. Шведы же с первых дней провозглашения Новой Унии принялись с энтузиазмом нарушать все досточтимые предписания, принятые в Эйцволе норвежской конституции. Шведский кронпринц Карл Юхан систематически опротестовывал постановление норвежского парламента и пытался вмешаться в законодательную деятельность. Помимо того, в Норвегию, будто в колонию, назначили губернатора, как бы указывая норвежцам на их место в Союзе. Несмотря на все это, среди самих норвежцев находилось немало сторонников Унии со Швецией, и, между прочим, в их числе был отец Фриттифа Нансена – Бальдур, и почти вся его родня. Еще в марте 1879 года, во время Большого собрания народных представителей в норвежской столице крестьяне, на котором решался вопрос о норвежском флаге, который с 1844 года имел в верхнем углу древка значок шведско-норвежской унии, Бальдур Нансен вступил в жесточайшую полемику с писателем Бьерн Стиерна Бьернсеном. Первый, ярый сторонник унии, Рьяна защищал значок как символ королевской власти и единства двух стран, а радикальный националист и республиканец Бьернсен называл этот значок клеймом и символом отнятого у норвежцев права на самоопределение. Младший брат Фриттифа, Александр Нансен, в студенческие годы входил в кружок молодых юнионистов, устраивавших демонстрации в поддержку союза со Швецией, а на последних курсах даже возглавлял его. Сам же Нансен, хоть и был вовлечен своим отцом в некоторые политические процессы, оставался скорее сторонним наблюдателем. Наука занимала его гораздо больше, чем флаги, короли и конституционные вопросы. Но по мере увеличения количества противоречий между норвежцами и шведами, выходившими далеко за пределы парламентов и кабинетов, Фриттиф стал вникать в политику. Вопрос о предоставлении Норвегии права открытия собственных консульств, независимых от шведских дипломатических органов, впервые был поднят еще во время подготовки Нансеном его экспедиции на Фраме в начале 1890-х годов. Именно тогда Нансен, превосходно владевший английским языком и пользуясь уже довольно широкой после успеха гренландской экспедиции славой, взялся за поддержание облика Норвегии в глазах мировой общественности и опубликовал в английской газете Times ряд статей, разъяснявших англоязычной публике статус его родины в шведско-норвежской унии. Они, нужно сказать, произвели впечатление даже на самые консервативные круги британского общества, до того воспринимавшие Норвегию как скандинавскую Ирландию, не более чем мятежную провинцию, населенную непонятным сбродом. Уже по возвращении Фрама, когда имя Фритифа Нансена было на устах у всей читающей публики от Владивостока до Сан-Франциско и от Веллингтона до Готхуба, правительство Норвегии не могло упустить шанса привлечь эту самую настоящую рок-звезду, за консультациями к которой едут в предместе крестьяне и ученые со всех уголков земли, к продвижению идей норвежской независимости. Как писала в своих мемуарах дочь Фритифа, Ли Фнансен, политикам отца сделали время и обстоятельства. Сам он предпочел бы целиком посвятить себя научной работе, и отнюдь нечистолюбивые замыслы заставили его принять деятельное участие в борьбе за расторжение унии, а затем создании первой конституции независимой Норвегии. В 1898 году Фритиф Нансен отправляется с лекцией о результатах своей полярной экспедиции в Санкт-Петербург, где получает аудиенцию у императора Всероссийского Николая II. С ним, по просьбе премьер-министра Норвегии Йохана Состаяна, Нансен пытался обсуждать нейтральный статус своей родины в случае гипотетического шведско-российского вооруженного конфликта, а также предлагал пересмотреть российско-шведские торговые соглашения в пользу расширения прямой торговли Петербурга с крестьяней, и по этому вопросу встречался с министром финансов Российской империи Сергеем Юлиевичем Витте. Нужно сказать, что, по словам самого Нансена, переговоры завершились не лучшим образом, и некоторое время после он высказывал опасения по поводу устроенной за ним российскими властями слежки. Пройдет еще почти 20 лет, прежде чем глава британской секретной разведывательной службы адмирал-сэр Мэнсфилд Смит Каминг обратится к Фритифу с просьбой о помощи в подготовке плана эвакуации, переведенной в Тобольск семьи отрекшегося императора Николая II через Сибирь в Великобританию. Но на этом факте, едва выходящем за рамки популярных басен о чудесных спасениях семьи Романовых от большевистской расправы, мы поговорим позднее. В том же 1898 году Фритиф Нансен вновь публикует в «Таймс» статью о конституционном положении Норвегии и о правах и обязанностях короля Швеции и Норвегии, согласно этому документу. Поводом к публикации послужил новый виток шведско-норвежского противостояния. Парламент Норвегии в третий раз принял в первом чтении закон об избавлении национального флага от значка «Унии», и на этот закон в третий же раз было наложено королем Оскаром II вето. Тем не менее, согласно норвежской конституции, закон, принятый парламентом трижды, пусть и без санкции короля, вступает в силу без всяких условий. Но его шведско-норвежское величество наотрез отказался признавать легитимность этого постановления, а кронпринц Густав, периодически принимавший на себя полномочия главы государства, в ответ на оскорбительное для Швеции стремление норвежцев к изменению своего флага, объявил, что на грядущей мирной конференции в Гааге у нее будет представлять один общий кандидат – швед. После этого объявления кронпринц нанес визит в норвежскую столицу-крестьянею, где был встречен массовой антишведской демонстрацией. Нансен, окончательно принявший на себя обязанности толкователя шведско-норвежских отношений миру, сумел привлечь на сторону норвежцев широкие общественные массы за границей, что способствовало и большему росту популярности его на родине. В том же 1898-м Нансен согласился позировать своему соседу-художнику Эрику Вереншолю, работавшему над иллюстрированным изданием древнескандинавской саги об Олафе Трюгвессоне, повествующей о жизни и приключениях древненорвежского конунга Олафа I, объездившего полсвета перед тем, как вернуть себе престол своего прадеда, короля Харальда Прекрасного Лосова. Именно Олафа Трюгвессона и изображал для Вереншоля Фритюф Нансен, настоящий викинг среди норвежцев. В начале 1905-го года кабинетом норвежского премьер-министра Георга Франциса Хагерупа вновь был поднят вопрос об учреждении независимых норвежских консульств, но после череды столкновений с королем Оскаром II Хагеруп подал в отставку, и его пост занял бывший мэр Бергена и бывший министр финансов Норвегии Кристиан Миккельсон. В первом же своем обращении к кабинету и парламенту он подчеркнул, что главной целью его правительства станет расторжение унии и обретение Норвегии полной независимости. На эти события Фритюф Нансен откликнулся циклом из пяти статей, вышедших в популярном ежедневнике Верденсганг, под заголовками «Наш путь», «Мужчины», «Мужество», «Легкомыслие» и «Воля». Уже по одним этим заголовкам ясна позиция Нансена. К тому времени он не просто твердо стоит на независимости Норвегии, но и соглашается с бывшим оппонентом своего отца Бьернстерна Бьернсеном в том, что лучшей формой правления для страны станет республика. В день, когда в усадебном доме Нансенов в Пульхёгда раздался телефонный звонок, Нансен узнал, что регент Швеции и Норвегии Кронпринц Густав наложил вето на законопроект парламента об учреждении Норвежской консульской службы и в ответ на это премьер-министр Миккельсон подал в отставку. Но попытки сформировать новый кабинет ни к чему не привели, и Кронпринц Густав отклонил отставку Миккельсона, так что последний остался в должности и теперь приглашал легендарного полярника к себе в кабинет. «В этот момент решается судьба всей норвежской нации, и страна как никогда нуждается в своих героях, господин Нансен», доносился из трубки голос премьер-министра Миккельсона. «Вы же знаете мое отношение к государственной службе, господин премьер-министр. Этот разговор не приведет ни к чему новому». «Прошу вас, господин Нансен, поступитесь вы своими принципами хоть ненадолго». «Нет, ваше превосходительство. Любого вида и иную поддержку вы от меня получите. Но от своих слов я не отказываюсь ни при каких обстоятельствах». «Да, чтобы заступить на государственную службу, который так настойчиво уже не первую неделю склонял Нансена Кристиан Миккельсон, нашему герою необходимо было вернуться в лоно норвежской церкви, что шло в разрез с его атеистическими убеждениями. «Человек, переставший быть честным самим с собой, уже ни с кем никогда не сможет быть честным», – считал Нансен. Это было еще одно его кредо. «Даже о своих изменах он всегда честно и открыто признавался супруге, считая их не предательством, а скорее справлением физиологических потребностей, а настоящим преступлением, воспринимая вранье и лицемерие». Возможно, по этой причине Ева всегда прощала Фритюфа, хотя страдала от этого не меньше. Да, стать официальным государственным служащим Фритюф Нансен не мог, но согласился употребить всю свою международную известность для достижения независимости его родной Норвегии. С поручением премьер-министра Кристиана Миккельсона в марте 1905-го Нансен отправился в Берлин, а сразу после – в Лондон, где выступал в университетах, на светских раутах и где только мог еще, представляя в самом выгодном свете действия норвежского правительства и всячески склоняя представителей германского и британского высшего света на сторону Норвегии в назревающем конфликте. Нужно сказать, что в Англии Нансена приняли намного лучше, чем в Германии. Нужно полагать, благодаря его многократным публикациям в Times. А 17 мая того же года 43-летний профессор выступил перед огромной демонстрацией на главной площади Кристиании, заявив, приветствовавшей его ликованием толпе. «Теперь мы поняли. Что бы ни случилось, мы должны и будем защищать нашу самостоятельность и право на самоопределение в своих собственных делах. Мы должны отстоять наше право или умереть за него». В это время кронпринц Густав, регент Швеции и Норвегии, не смог назначить нового премьер-министра и отказал в отставке Миккельсену. Согласно Конституции Норвегии, это означало, что король, которым все еще формально был отец Густава, Оскар II, утратил возможность управления страной и должен был быть не зложен. За это и проголосовал норвежский парламент. Вот он, тот самый решающий момент, о котором говорил Миккельсон. 7 июня 1905 года правительство Норвегии объявило о принятии на себя тех полномочий, коими был до этого наделен лишь король. А парламент отправил в Стокгольм разъяснение случившегося, сопроводив его письмом за подписью премьер-министра Миккельсена с просьбой к одному из принцев шведских, не находящихся в прямой линии наследования престола, стать суверенным королем независимой Норвегии. Послание норвежского стортинга исчерпывающим образом объясняло и доносило до короля Швеции мысль о том, что Норвегия не собирается враждовать со Швецией, а все нынешние действия ее правительства законны и конституционны. Они обусловлены невозможностью короля дать стране законное правительство и невозможностью правительству, не желающему исполнять свои обязанности в этих условиях, выйти в отставку. Король Оскар II, получив это послание, пришел в ярость и ответил жестким отказом на просьбу норвежского парламента назначить стране нового монарха. На следующий день Фритюф Нансен отправил в «Таймс» новую статью, в которой в том же сдержанном тоне университетского профессора разъяснял англоязычной аудитории события, происходящие в Норвегии. Если бы такие страны, как Великобритания и Россия, заняли прошведскую позицию в этом конфликте, о независимости можно было бы забыть. На самом деле, легитимность действий норвежского правительства и парламента является предметом дискуссии, и, рассматривая эту историю, крайне легко можно попасть под воздействие эмоций. Пишите в комментариях, если хотели бы узнать об истории Норвегии и ее взаимоотношениях со скандинавскими соседями больше. Возможно, это стоит обособить в отдельную тему. Когда стало ясно, что из числа шведских принцев суверенного короля для Норвегии не найти, Миккельсон попросил Нансена поехать в Копенгаген. Именно там жил запасной кандидат на норвежский престол, которого рассматривало правительство как раз на случай отказа Оскара II уступить корону одному из своих младших сыновей или внуков. 32-летний принц Кристиан Фредерик Карл Георг Вальдемар Аксель Датской. Или просто принц Карл. Младший сын датского кронпринца Фредерика, внук короля Дании Кристина IX по линии отца и короля Швеции и Норвегии Карла XV по линии матери. Одна его тетушка, Александра, в тот момент была королевой-консортом Великобритании, и на ее дочери, принцессе Мот Великобританской, своей кузине, принц Карл был женат уже почти 10 лет. Кузенам Карлу приходился император Всероссийской Николай II, а его дядя царствовал как король греков Георг I. Но последнее обстоятельство было скорее негативным. Греция уже в те времена была черной дырой, поглощавшей кредитные деньги и не выдававшей ничего взамен. Тем не менее, сравнительно молодой принц Карл виделся идеальным кандидатом в норвежские короли. Разносторонне образованный морской офицер, участвовавший в экспедициях по Атлантике и Средиземному морю, воспитанный в строгой христианской морали и сдержанности, главные черты датского королевского дома. К тому же, обладающий крепкими связями с британской королевской семьей и способный моментально склонить эту великую державу к признанию суверенитета Норвегии в случае объявления его королем. Незадолго до своей миссии в Копенгаген республиканец Нансен несколько раз вступал в дебаты с Сигурдом Ипсеном, тем самым сыном Хенрика Ипсена, которому отказали в профессорской мантии университета крестьяне. Ипсен, несмотря ни на что, был человеком эрудированным и здраво рассуждал, что лишь в случае провозглашения Норвегии независимым королевством «Страна может рассчитывать на международное признание распада унии». «Ежели Норвегия станет республикой», — говорил он, «лучшее, чего мы можем ожидать, — международная изоляция». Слова Ипсена произвели впечатление на Нансена и не только на него. Кристин Миккельсон также был более склонен к республике. Тем не менее, спустя время, сторону монархии заняли и они с Нансеном, и даже завзятый радикал Бернсен. Так что в Копенгаген Фритев Нансен прибыл с ясным намерением вернуться в Норвегию с королем. «Он именно тот человек и именно тех либеральных взглядов, которые подходят для норвежского трона. И все-таки он продолжал стоять на том, что в таком важном вопросе должен высказаться лишь народ, и заметил, что в этом деле он более либерален, чем я», — описывал Фритев Нансен свои впечатления от переговоров с принцем Карлом Датским. 13 августа 1905 года правительство Норвегии провело референдум о расторжении шведско-норвежской унии, на котором «за» было отдано 99,95% голосов. Против проголосовало всего 184 человека. Поддержали независимость страны даже бывшие юнионисты, такие как брат Фритева Александр. При том, что голосовать на референдуме могли лишь совершеннолетние мужчины, женщинам дали право подписать специальную петицию о расторжении унии, и показатель подписавшихся норвежек также стремился к 100%. Сразу после этого Нансен принялся агитировать за скорейшее проведение референдума об установлении в Норвегии монархии. Либеральное крыло норвежского парламента Стортинга теперь без страха заявляло о том, что грядет время республики, и эти разговоры могли серьезно повредить международной репутации страны, чего допустить было никак нельзя. 23 сентября правительство Швеции признало распуск унии при посредничестве России, Великобритании, Франции и Германии, а 23 октября 1905 года король Оскар II, которому уже было известно о личности будущего норвежского монарха, согласился таки подписать отречение от престола Норвегии. Референдум об установлении в стране новой, наследственной, конституционной, парламентской монархии был проведен в два дня – 12 и 13 сентября. И на референдуме этом норвежцам предлагалось опустить в деревянные ящики одну из двух карточек. На одной было написано «Я», что означало «за монархию», а на другой «Ной», то есть «против монархии и за республику». Итоги этого референдума были подведены к 18 ноября. И, согласно им, 79% норвежцев высказались «за королевство». Нансен незамедлительно телеграфировал об этом в Копенгаген, где принц Карл, получив благословение своего деда, короля Дании Кристина IX, принял решение норвежского народа и согласился занять престол Норвегии. А чтобы подчеркнуть свою связь с вверенной ему страной, принц Карл официально сменил свой шведско-датско-германский набор имен на одно единственное древненорвежское – Хакон, сразу же отсылавшее к последнему суверенному королю Норвегии – Хакону V. Двухлетнему сыну принца Карла и принцессы Мот также решили сменить имя. Так принц Александр Эдвард Кристин Фредерик стал принцем Олафом. Этот шаг возвысил новоизбранных короля и королеву в глазах их новых подданных и сразу же расположил к ним всех норвежцев. 25 ноября 1905 года на борту норвежского военного судна Хеймдаль его величество король Норвегии Хакон VII, ее величество королева консорт Мот и его королевское высочество кронпринц Олаф прибыли в крестьянию. В столичном порту их встречали премьер-министр Миккельсен, профессор Фритьев Нансен со своей супругой Евой и ликующая толпа норвежцев. Несмотря на холод и снег, шедший в тот день, людей было столько, что им не хватало места в гавани и они выстраивались вдоль улиц, по которым должен был проехать королевский экипаж. Нансен и Миккельсен взошли на борт Хеймдаля и лично приветствовали новую королевскую семью, после чего Миккельсен обратился к народу. Почти 600 лет у норвежского народа не было своего короля. Ни разу за это время он не был полностью нашим. Нам всегда приходилось делить короля с другими. Никогда он не делил с нами нашего дома. А где дом, как известно, там и отечество. Но сегодня все изменится. Сегодня молодой король Норвегии приезжает строить свой будущий дом в норвежской столице. Избранный свободным народом, как свободный человек, возглавит он свою страну, и этот король будет полностью нашим. Собственным. И вновь, как и сотни лет назад, король станет символом объединения нации в новой, независимой Норвегии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok